Баянисты, певцы, танцоры, множество талантов вышли из стен Центра эстетического воспитания детей и молодежи. 15 лет педагоги занимаются тем, что взращивают маленьких звездочек. Здравствуйте, вы смотрите программу «Город С». С вами Марьяна Мирна. И сегодня мы поздравляем с юбилеем эту прекрасную организацию. Здравствуйте, давайте знакомиться и представлять нашим зрителям сегодняшних гостей. Пойдем по порядку. Евгений Саврасов и Екатерина Базина. Вы преподаватели педагоги Центра. Правильно все говорю? Правильно. Директор Центра Любовь Федоровна Шмакова. Почетный работник образования, если ничего не путаю. Заслужил работник образования Самарской области. Самарская область. Владимир Ощепков, вы художественный руководитель. Да. Почетный гражданин Самарской области. Кто вы еще расскажете, Владимир Михайлович? Двухвач. Профессор. Очень большой. Почетный гражданин, художественный руководитель Центра, статистического воспитания. И председатель филармонического общества в Самарской области. Ну, прекрасно. Вот такие гости у нас сегодня. Начну, наверное, от печки. У кого родилась такая идея 15 лет назад? Создать такой центр, в который могли бы приходить талантливые дети и развивать свои таланты. Любовь Федоровна. Ну, во-первых, идея пришла у Владимира Михайловича. У него идей всегда много и воплощает, всегда помогает нам. Он сказал мне, вот хотелось бы создать такой статический центр, чтобы объединить всех педагогов в единое целое. Я говорю, ну, идея хорошая. Я пошла к Алсанне Волчковой. Она была начальником управления образования города. Пришла к ней без проблем. Алсанна говорит, ой, идея хорошая. Давайте будем создавать. Что для этого нужно? Я говорю, ну, нужно помещение, потом штаты нужно будет. А давайте с Георгием Сергеевичем поговорим, Лиманским. Одобрят, все это будет сделано. Мы в декабре, в конце декабря пошли к Георгию Сергеевичу на прием. Тут же без проблем тоже пришли. Минут 47 обсуждали. Он поддержал идею. Все, говорит, давайте письмо. Письмо в январе дали. Прямо через две недели было все подписано уже. Представляете? Ничего себе. И мы с Владимиром Михайловичем по всему городу стали искать помещение. И когда мы вот пришли к этому зданию, а Красная Звезда тогда продавала свое имущество, а здесь был бывший детский садик Красной Звезды. Крыши там уже не было, воды там нет, света там нет, там ничего уже не было. Одни горшочки детские и, в общем, все в разваленных было. И несмотря на это, судом отвоевал Георгий Сергеевич это здание у Красной Звезды, потому что они стали все продавать имущество. И нам понравилось это здание. Думаю, мой в центре города. На фронте 98. 98 во дворе. Мы говорим, все, мы это здание берем. Пришли к Алсане. Говорят, Алсан, вот это здание. Говорят, ну, все, давайте берите. Ну, пришли туда. Что делать в крышу нет? Просить деньги у города? Стыдно. Потому что получить такое здание в центре и просить деньги, это было вообще как-то... Ну, мы подключили хор ветеранов, стали вывозить этот мусор оттуда. А тут как раз 20 лет выпуску, первому моему выпуску, который работал в 82-й школе. Звонит Ира Осабина, говорит, Люба Федоровна, 20 лет, мы закончили школу у вас, давайте встретимся. Я говорю, ну, давайте встретимся. И они собрались у меня дома, человек 15-16 там студентов, бывших выпускников. Ну, и каждый стал рассказывать, чем он занимается. Сережа Шевцов говорит, А у меня вот завод небольшой, там, железные двери мы делаем. Ой, Сереженька. Все, Сереженька двери поставил. Андрюша там говорит, строительная компания. И, ой, Андрюшенька, надо. То есть вот так мы начали ремонтировать это здание. Потрясающе. Получается, отзывчивые все-таки, да, люди нашлись? Ой, люди отзывчивые. Кто-то привез новых 100 стульев, 100 мягких стульев. Сергей Дмитриевич Семченко организовал строительную, там, значит, строительную фирму. Она нам помогла, сделали сцену. До сих пор эта сцена 15 лет. Мы ни разу ее не ремонтируем. Капитально очень сделано. Кто-то привез ковролин, кто-то что-то, понимаете? Волга кабель, который был... Люстры. Люстры, которые до сих пор тоже там исят. Волга кабель, который был около завода, около железнодорожного вокзала. Там были знакомые родители, у нас дети учились вместе. Он говорит, ой, конечно, привезу кабель, сколько надо? Я говорю, до метров 70. Мы без света сидим. Все сделали, понимаете? И одиннадцатый просил тогда 250 тысяч крышу отремонтировать. Остальное все было там сделано. Кто-то с красного ярко какие-то шкафы везет. Областная налоговая стала из Толи, у кого-то конфисковали, к нам привезли. То есть, понимаете, то есть миру по нитке мы создали этот центр. Почему центр эстетического воспитания? Откуда взялось это название? Потому что я знаю, что занимаетесь и танцами, и пением, и, опять же, там, ансамбль боминистов существует, да, и хор, несколько даже вот видов хора. Почему эстетическое воспитание такое вот решили название? Это просто обобщили все эти направления вот одним таким словом? Значит, все началось, это не только моя идея, это мысль, которую мне вложил великий наш просветитель Дмитрий Борисович Кабалевский. В 61-й год я приехал сюда, стал деканом факультета, и в 61-м году городской молодежный клуб ГМК-62, они объединились, молодежь удивительная, творческая, которые решили поднимать эстетику, поднимать искусство в городе. Это они пригласили Дмитрия Борисовича Кабалевского, и был организован у нас конкурс во имени. Вот тогда я с ним познакомился, а затем в 64-м году я уезжаю в Будапешт. Струва Георгий выступает и рассказывает о новой форме музыкального просвещения наших детей через хоровое искусство, хоровые студии. Он создал пионерию. Дмитрий Борисович Кабалевский, перерыв, потому что вам понравилось выступление Струва? Я говорю, очень интересная, перспективная. Давайте у нас в городе Кубишеве поддержим Струва. Он у меня сейчас учится на композиторском факультете, а вы сейчас декан факультета, вы председатель хорового общества. Вот вам и карт. Я говорю, с удовольствием, Дмитрий Борисович, а я вам буду помогать. Вот с этого и началось. А дальше удивительное явление было в городе Кубишеве. Сколько мы создали хоровых студий, школы, профильные классы в 25-й школе. Вот какое-то было движение, гуманизация, эстетика. И, конечно, Дмитрий Борисович Кабалевский, который уходит работать в общеобразовательную школу учителем и бросает Московскую консерваторию. Это был великий подвиг. И вот он всё мне говорил. Владимир Михайлович, много вы делаете хорошего, доброго. Но, вы знаете, надо всё это вот как-то обобщить. Вот я создал у себя там Москве, у меня лаборатория есть, а у вас лаборатории нет. Вот давайте подумайте что-то. И вот это вот мысль всё время была, что тут одно нужно сделать. И вот тут с любовью мы встретились, поговорили, и мысль появилась добрая, красивая. Объедините педагогов наших эстетического цикла, и художников, и музыкантов, и хореографов, чтобы они вот вместе создать творческие мастерские, чтобы повышение квалификации было у людей. И понимаете, вот с этими добрыми, хорошими мыслями, снова повторяюсь, я не могу забыть Митрия Борисовича Кабаревского, его мыслями, Владимир Михайлович, давайте сделаем. И вот мы пришли, пришли к удивительным совершенно людям, Волчкова Алла Санна и наш мэр города тогда же, Лиманский. И вы знаете, как-то они по-доброму отнеслись, как-то на удивление, мы думали, что, может быть, не всё. Никакие препятствия. Может, такое здание получить? Ох, и губа-то вас не дура, говорит Лиманский. Нашли помещение, смотрите. Я говорю, не для нас, а для детей нашли. Вот ты правильно говоришь. Для детей. Для детей надо, Алла Санна, отдавать им помещение. Скажите, пожалуйста, вот когда уже какой-то маломальский ремонт был сделан, и встал, конечно же, вопрос о том, что нужно приглашать педагогов, нужно наполнять штат. Вот к педагогам вопрос. Насколько вот это почётно для педагога сферы эстетического воспитания, именно трудиться и воспитывать детей вот в нашем центре? Катерина, сколько вы уже, Евгений, сколько вы трудитесь? Четвёртый год. Я-то третий, да. Они очень будут студентами. Это есть какой-то, да, вот я не знаю, вот в сфере педагогов музыкального образования, что это почётно работать именно в центре эстетического воспитания? Да. Да, да, очень почётно. Мы считаем очень почётно. Это такой уровень, всё-таки, центр эстетического воспитания, он практически в каждом концерте, да, в городском уровне. Само слово, даже эстетическое воспитание, то есть красивое, правильное, высокое, на высоком уровне. И для каждого ребёнка это очень важно. Я считаю, с раннего возраста. Дети как реагируют, когда вы с маленькими совсем или с теми, кто постарше, у вас какое возраст? В основном маленький. В основном маленький, да. Ну, от трёх лет где-то, да. От трёх лет? От трёх с половиной. Вот когда к вам такие малыши приходят, что первое, вот чему их в первую очередь нужно научить? Потому что, ну, понятно, что сразу из трёхлетнего ребёнка сделать великого танцора или великого певца, это вряд ли, да, это большой, долгий путь. Заинтересовать ребёнка. Наверное, это самое важное. Заинтересовать, чтобы он... Для... на начальном этапе. Усидчивость какую-то привить, потому что они... У нас же очень красиво в классах, вот где мы занимаемся, там и детские сады, и там и картиночки, и игрушки лежат. И вот поэтому дети разбегаются глаза, и нужно вот сфокусировать его на работе именно. Ну, упражнениями какими-то забавными, играми. Как-то так этого добиваемся. Вот хочется успеть всё, времени, к сожалению, мало, но педагоги, не только дети, да, у нас поют и занимаются творчеством, педагоги очень творческие и тоже пришли не с пустыми руками, так скажем. Расскажите, какой номер вы для нас приготовили, что будете исполнять? За здравую песню. За здравую песню. Автор Дунаевский. Ну, я предлагаю нашим телезрителям ещё более внимательно посмотреть на экраны, потому что дуэтом же, правильно, дуэтом Евгения и Екатерина сейчас исполнят «За здравную». За здравную чару до края нальём, за стольную песню играя споём. Любой нам потянет, любовь подпоёт, и песня словно чарка по кругу пойдёт. За здравую чару до края нальём, за стольную песню играя споём. Застольная песня. Застольная песня. Застольная песня. Застольная песня. Застольная песня. Слушайте, ну вот такие вещи, наверное, долгого труда стоят, да, вот, чтобы и с детьми что-то репетировать, и между собой ещё успевать какие-то номера делать. Сколько времени вы проводите на работе? Бывает ли это, что там, поздним вечером или ночами? Вот как вот так вот спеться? Время разное в основном, но каждый день стараемся быть. Да, в среднем до 7-8 часов мы там пребываем. Стараемся подобрать время удобное для каждого ребёнка, чтобы успеть позаниматься. А бывает такое, что вот вам приводят ребёнка, говорят родители, вот мы хотим, чтобы наш ребёнок занимался у вас, а вы видите, что ребёнок, ну там, не умеет он петь или не может, или все умеют петь. Какой подход здесь у вас? Не отказываем ни одному ребёнку, который приходит к нам заниматься, во-первых, они занимаются все бесплатно, вот, и поэтому привели ребёнка, я всем педагогам говорю, надо учить. Надо учить, у каждого ребёнка есть какая-то способность. Поэтому ни одному мы не отказываем. А перевод какой-то бывает, что родители привели на пение, а потом выясняется, что ему будет танцевать лучше. Если он хочет петь и потом танцевать, он и ходит ещё на танцы. Мы не отказываем тоже. У нас есть такие ребята, которые ходят на вокал и которые ходят на танцы, а потом ещё ходят на рисование. О как! Понимаете? Ничего себе. Ещё хочет лепить там или что-то. То есть это мы не возражаем. Любовь Федоровна, Владимир Михайлович, такой ещё вопрос. Есть же, наверное, какие-то выпускники, так скажем, центра, которыми и мы гордимся, и уже, наверное, страна гордится, и даже, может быть, вообще весь мир. Да, давайте, может быть, про них что-то какие-то. Яна, наверное, наша... Ну да, у нас Яна Дьякова, которая занималась очень много лет вокалом. Сейчас она учится в Академии культуры или Институт культуры сейчас. Вот у нас был юбилей, она выступала тоже. Она лауреат международных конкурсов всех. И у нас, естественно, знаете, как вот, ну я не скажу, что прямо вот такие асы, другие специалисты какие-то там есть мирового значения. У нас как-то все дети, мне кажется, вот одинаковые. Понимаете? И потом, если вот у нас даже и Женька, и Анохин, пришёл в 12 лет к нам. Это поздно считается? Или... Это мы только когда создали центр. Владыка попросил создать хор мальчиков, и мы сделали объявление. И вот мама привезла двух мальчиков, двух сыновей с Зобчининовки. И вот эта Женька Анохин, уже... Ему сколько сейчас лет, да? 24, наверное. 24, да? Да. Примерно. Ему 24. Вот он 12 лет к нам из Зобчининовки, приезжает каждый вторник, каждую пятницу заниматься. Он поёт в нашем большом сводном губернском молодёжном хоре. Слушайте, потрясающе. Понимаете? Это вот какое желание заниматься человеческим? Какое желание? У него прекрасный голос, басист. Прекрасный. Вот он никак не может... Если брат не ходит, то он до сих пор продолжает ходить. И так у нас и другие. Ходили родители, сейчас пришли дети. Ходили хор ветеранов, сейчас пришли дети. Понимаете как? То есть какое-то вот это поколение есть. Поэтому у нас вот нет такой задачи, чтобы вот звездой стать, и чтобы звезда куда-то улетела. Нам хочется, чтобы все дети, которые живут в городе Самаре, занимались. У них поменьше было свободного времени. Вот, чтобы они пели, танцевали, рисовали. Почему мы тогда вот при Алсанне Волчкове, Георгии Сергеевича Лимановского, 18-й километр, детский дом номер один. Тяжёлый район. Там создали школу искусств для детей-сирот. И мы продолжаем там работать. Хотя всякие перипетии, там всякие трудности сейчас тоже есть. Но мы работаем. Там приходят с крутых ключей родители, говорят, возьмите наших детей. Детский сад, который на 18 километрах, приходит к нашему педагогу. Возьмите наших детей. Мы тоже, чтобы наши дети занимались. Мы им тоже не отказываем. Приходите, занимайтесь. У нас каждый год число детей увеличивается, увеличивается. Поэтому мы сейчас и в 144-й школе, и в 174-й школе, и в 15-й школе. То есть вот расширяем вот это вот. Слушайте, ну замечательно. Но ведь ни одно мероприятие в городе не обходится без участия центра. Потому что все такие большие какие-то концерты или праздники, обязательно ребята ваши выступают. И я знаю, что сейчас уже началась активно работа над формированием номеров, или как это правильно назвать, сейчас вы мне как раз и расскажете, к чемпионату мира по футболу. Есть такая, да, заявка на вас? Есть. Ну мы сейчас готовимся в начале, значит, вот 18-го. Ну в апреле, во-первых, приезжает Евгений Крылатов. Готовимся мы к этому. Потом 8-го мая будет большой концерт у Белого дома. С 10 вечера. На 4-х утра. На 4-х утра? Да. И весь наш сводный хор и ансамбль баянистов, все там будут петь и так далее. А теперь 18-го мая города, 50 лет городам по братьям Старозагора, Самара. Мы там тоже выступаем, поем болгарские песни. В общем, весь наш сводный хор будет там тоже выступать и ветераны, и молодежь, и дети. И, конечно... 4-го февраля у нас еще фестиваль, чтобы тело и душа были молоды. С 1-го ноября по 5-е ноября будет фестиваль проходить, 55 лет хору Куа из Гау. И вот как раз будем в фестивале, это первый этап к открытию стадиона. Вот это как бы генеральная репетиция к открытию стадиона. Сколько там хористов мы соберем, пока не знаем. Хотя уже итальятинцы звонили, Безенчук уже звонил, мы уже отправили туда. Потому что Министерство образования, они вообще молодцы, собрали всех руководителей. Провели мы совещание, записали все, отправили туда все ноты уже. То есть сейчас эта работа ведется. Вот скажите, пожалуйста, на чемпионат приедут гости из других городов, понятно, из других стран. Будут ли какие-то иностранные песни вдруг в вашем репертуаре, чтобы они были понятны и иностранным, и накоговорящим? Вы знаете, вот это я пока не знаю. Потому что Николай Иванович Меркушкин пока сказал, на открытии стадиона. Открытие стадиона будет в 2017 году. Поэтому вот на открытии стадиона мы, как он сказал, пока изменений никаких нет, мы будем готовиться. А уж к чемпионату там уже будет другой вопрос. Пока мы не знаем. Вот выяснили, что от трех лет детки у вас занимаются, приходят. Возраст верхней границы, есть ли она вообще или ее не существует? У нас вот от трех лет и до ветеранов занимаются, у нас хор ветеранов занимается. Центр-то называется эстетическое воспитание детей и молодежи. Детей и молодежи. Но дело в том, что когда вот хор ветеранов, где руководитель Владимир Михайлович, он занимался в клубе «Рассвет». Клуба «Рассвет» сейчас нет, там камерная сцена. И Алсана Волчкова тогда опять попросила, Любовь, пусть они у вас позанимаются, все-таки здесь ближе ездить к ним. И вот они с тех пор, тем более они помогали мне наводить порядок в этом здании, возили мусор, мыли, все. Конечно, я им не отказала. Вот они тоже сейчас у нас поют. Поэтому у нас хор трех поколений. Слушайте, ну это прям здорово. Хор трех поколений. Как вот так должно быть, наверное. Поэтому мы никому не отказываем. Вот даже я хочу сказать, вот хор ветеранов, хоть женщина, которая вообще не поет. Вообще не поет. Что она делает? Она вот даже рот не открывает. Они слова даже не знают. Но мы и не можем сказать, уйди, пожалуйста. Она должна, она может быть приходит от души, что-то слушает для души. Мы не можем ей отказать. Слушайте, ну получается, что воспитание и в старшем поколении тоже происходит. И оно тоже нужно, необходимо. Может быть в качестве общения даже, да, между людьми. Может быть даже в качестве общения, да. Скажите, пожалуйста, насчет, есть у нас, как принято называть, рояль в кустах. Кто, в какой коллектив входит Анастасия Родион, чего, что она делает, и что она нам сейчас будет исполнять? Настя, Струва, «Моя Россия». Патриотичная песня. Насколько много патриотичных песен? У нас вообще все патриотические песни. Все патриотические? Да, все. Ни один концерт не проходит. Ну и пользуются, конечно, патриотические песни, особенно сейчас, большой популярностью среди зрителей. Поэтому с удовольствием слушаем исполнение Анастасии Родионычевой «Патриотическую песню». У моей России длинные косички. У моей России светлые реснички. У моей России голубые очи. На меня, Россия, ты похожа очень. Солнце светит, ветры дуют, ливни льются над Россией. Небе радуга цветная, нет земли красивей. Для меня, Россия, белые березы. Для меня, Россия, утренние росы. Для меня, Россия, ты всего дороже. Солнце светит, ветры дуют, ливни льются над Россией. Небе радуга цветная, нет земли красивей. Солнце светит, ветры дуют, ливни льются над Россией. Небе радуга цветная, нет земли красивей. Скажите, пожалуйста, какие еще планы на ближайшее творческое будущее? Может быть, какое-то расширение? Или еще какой-то новый ансамбль будет открываться? Потому что никогда, мне кажется, много не бывает никогда. И у творческих людей, у таких инициативных людей, как Владимир Михайлович, как Любовь Федоровна, наверное, голова всегда кипит. Вот, а давайте еще вот это сделаем, а давайте вот так попробуем. Ну вот, к 70-летию Победы мы создали ансамбль баянистов, ансамбль народных инструментов. Дима Чегрин у нас руководитель, да. Мы к 70-летию Победы 60 баянистов собрали. Они выступали на сцене. Скрипачи у нас уже давно работают. Людмила Волкова ведет с ними занятия. Это тоже там 60 скрипачей, которые прекрасно играют и везде тоже выступают. У нас задумка была раньше создать при центре школу одаренных детей. Вот как. Понимаете? Интересно. Мы тогда с Алмихалом Икас, Сильвис, Симеоном Виталий Тимофеевич, это профессора наши, которые у нас работают. Я обратилась в правительство. Тогда у нас, к сожалению, был губернатор не тот, который думал о Самаре. Меня направили с Владимиром Михайловичем. Потом мы поехали в Ширяево. Сказали, идите в Ширяево, посмотрите там школу, может быть, она вам подойдет. Мы приехали в Ширяево, посмотрели школу, да, четырехэтажное здание заброшенное. Я как ненормально уже спланировала, где начать ремонт, с чего начать, где спонсоров найти и так далее. На этом все закончилось. Понимаете? И мы сейчас очень рады, что пришел вот этот наш новый губернатор, народный губернатор, который, у него появилась такая идея, и мне никто не подсказывал, у него появилась идея, создать школу одаренных детей. Одаренных в творческом смысле или одаренных в любом смысле? У него, я так поняла, что у него будет в любом это, в любом. Конечно, сейчас будет связано с машиностроением, с космической, там и так далее, и так далее. Я думаю, что и дальше все это расширится. И дальше расширится. Раз он задумал, у него это и будет. Потому что он поддерживает детские коллективы. Вот и наши коллективы поддерживают. Почему был создан губернский молодежный хор? Только опять благодаря Николаю Ивановичу Меркушкину. Только при его поддержке. Мы ведь тоже очень много добивались этого. И только когда встретились с ним, он услышал, он нас слышит всегда. Понимаете? И тогда был создан губернский хор. Поэтому мы его должны тоже слушать и слышать, и делать так, как он хочет. Так и тысячный хор. Сейчас дню победы. Он сказал пять тысяч человек. Да, он сказал пять тысяч. Мы пять тысяч сделали. Понимаете? Где вы всех нашли? Пять тысяч человек. Господи. Клич поющих. Пять тысяч поющих. Клич бросили, все пришли. Скажите, пожалуйста, Катерина Викторовна, что вам нравится больше? В коллективе, в хоре выступать? Или сольно исполнять какие-то? Или дуэтом? Что лучше, когда еще много рядом людей стоит? Или когда только на вас взгляды направлены? Наверное, все. Да. Потому что и соло, и дуэт, и хор – это каждая отдельная ячейка, которая требует определенной работы. Нет такого, что когда кто-то солирует, а вы просто в хоре поете, нет ли какой-то, может быть, эх, а я бы вот по-другому это сделала? А мы поем сольно. Соли солисты, да. Да. И еще солисты. Хотя у нас есть тоже девочки хорошие другие солисты, да, тоже есть. Еще буквально минутка у нас остается до конца. Я не могу не спросить платья и костюмы, кто их шьет, кто их делает, как они берутся. Прямо коротко. Смотри, все просто, да. Все, через поиски в магазинах, через долгие поиски, вот и все, никаких спецзаказов, ничего такого. Соседнее здание, может быть, какое-то нужно? Нет, я приглядела здание одно, но мы уже это здание смотрели на Галактионовской, Вилоновской. Мы уже ходили, из Белого дома люди приходили с документами, смотрели, но потом мы узнали, я уже тоже нашла спонсоров там начинать ремонт, там, так далее, хороший базал бы актовый был, оказывается, оно продано еще было при Тархове здание. К сожалению, время мы всегда упускаем, я не знаю, как это получится сейчас или нет. Спасибо вам огромное, что пришли, творческих успехов вам желаю, со зрителями прощаюсь до пятницы, всего хорошего, до свидания. Спасибо. Спасибо.